Добрый вечер, господа. Вы знаете, мне кажется, что на эти переговоры сейчас возлагаются какие-то чрезмерные надежды, похожие на те, которые возлагались на договоренности, которые были достигнуты весной, затем на минские договоренности. Я не вижу, чтобы принципиально позиции сторон, я имею в виду их политическую логику, прежде всего, каким-то образом изменились. Да, как говорилось в старом советском фильме, мы все здесь питаемся хорошо проверенными слухами, и слухи эти самые разнообразные от того, что, например, одним из вариантов, скажем, одной из тем, если хотите, размена, цинично говоря, может стать освобождение, скажем, надежды Савченко, вплоть до того, что на самом деле это просто минские договоренности, просто перелицованные и как-то, так сказать, немножечко припудренные. Я так понимаю, что сейчас три лидера, канцер Германии, президент Франции и президент России, встречаются с глазу на глаз, они говорят все трое по-немецки, поэтому им не нужны переводчики. И, насколько я понимаю, одна из главных дискуссий, на самом деле, здесь, в Москве, между теми экспертами, которые за этим следят, это то, на самом ли деле это инициатива только Меркель и Оланда, или же мы имеем дело с ситуацией, при которой мы должны вспомнить о письме Владимира Путина, Петру Порошенко, президенту Порошенко, несколько недель назад. Не стало ли это, на самом деле, неким толчком с точки зрения того, что и здесь вот те, кто надеются на то, что Москва изменит свою позицию, говорят, что, наверное, все-таки и Путин тоже становится ясно, что Россия засасывается в такую воронку экономическую, политическую, из которой выхода может не быть. Поэтому вот это одна из таких тем, которые мы здесь, пикейные жилеты, вот обсуждаем. Кстати, я просто хочу прервать вас на словах про пикейные жилеты, все-таки я стараюсь пикейных жилетов в студию не приглашать, уж извините, пожалуйста, но... Но это я так, в порядке самой иронии, Евгений Алексеевич. Но, все-таки, вот почему вдруг такая неожиданная поездка? Ведь мы помним прекрасно, что отношения между, скажем, Путиным и Меркель в последнее время напряглись. И вдруг вот такая перемена. Что их подтолкнуло? Мне кажется, что все-таки шок от событий в Мариуполе и от нового витка боевых действий был очень силен в Европе. И я это ощутил буквально, побывав, что называется, в странах Евросоюза в последние пару недель. И, как мне кажется, всем стало ясно, что минские договоренности, в общем, разваливаются, а ничего другого нет и надо что-то делать. Может, если честно вам сказать, то, ну, я, конечно, не хочу заниматься здесь домороченным психоанализом. Потому что, если бы я сидел в Кремле и в Белом доме, я бы тоже очень серьезно задумался. Потому что, если вы каждое утро открываете ленту новостей и видите, что здесь уволили 9 тысяч человек, там уволили 10 тысяч человек. Это, знаете, не самая замечательная вещь, даже если какой бы вы ни были там мега-мега-имперец. Потому что, когда в этих условиях экономического кризиса к вам еще будут возвращаться регулярно Гиви, Моторолы и все остальные, которые привыкли вершить суд и расправу с Корой и с Калашниковым в руках, это, на самом деле, может оказаться не очень хорошим не только для столичной интеллигенции и засегдатых, так сказать, кафе, а просто-напросто для российской власти. И подозреваю, что какие-то такие, наверное, разговоры там тоже могут вестись. Ну да, вот была характерная такая реакция господина Путина, извините, что перебиваю вас, просто как бы к вопросу о том, о чем вы сейчас говорите. Почти истерическая реакция Путина на вот эту историю с запретом движения, с отменой, точнее, движения пригородных электричек. Когда он буквально, значит, там кричал на своих подчиненных и требовал, чтобы немедленно восстановили движение. Потому что это как раз-то вот и бьет по тому простому человеку. Вы знаете, кто-то, Евгений Алексеевич, кто-то из моих коллег, если я не ошибаюсь, на сайте газета.ру, я и помню где, но посчитал, что за последние несколько месяцев президент Путин публично о действиях подчиненных ему людей говорил, они с ума сошли, раза четыре уже. Понимаете, сейчас выяснилось, что восстановление движения электричек, опять же, по сообщениям вот каких-то наших российских, так сказать, экономических журналистов, средств массовой информации, будет стоить 22 миллиарда рублей. Это, в общем, не самые маленькие деньги, надо сказать, особенно в условиях экономического кризиса и санкций. То есть сначала отменили, потом подумали. Да, мне кажется, что, по крайней мере, мое такое ощущение, даже вот в относительно благополучной Москве, что экономически это только начало кризиса, и не учитывать это невозможно. Другое дело, что об этом кризисе говорят уже давно, об эффекте санкций говорят давно, но политика Кремля от этого совершенно не менялась, поскольку, с моей точки зрения, я не раз об этом говорил, могу еще раз сказать, российско-украинский конфликт, есть конфликт, в который, по сути дела, приобрел гигантское внутриполитическое значение для России, и Украина, собственно, всегда была гигантской внутриполитической темой для России, начиная с оранжевой революции 2004 года. И теперь я боюсь просто-напросто, что бы ни говорили там Меркел, Ауланды, Путин сегодня, любые договоренности могут быть в любой момент пущены под откос новой политической логикой, которая возникла в России в 2014 году в результате всего того, что у нас происходило, аннексии Крыма и войны. А именно той, что теперь либо победа, либо ничего. И это уже, на мой взгляд, в чем-то даже и не зависит от желания или нежелания каких-то членов российского руководства. Как человек я бы очень хотел, чтобы боевые действия закончились, чтобы люди прекратили гибнуть. И это вполне естественное человеческое желание. Как политический аналитик я боюсь, что скорее, ну как хотите, мой анализ, он скорее пессимистичен. Даже если что-то удастся подзаморозить, как-то притормозить, я бы так сказал, в этом противостоянии, в этом конфликте, в этой войне, то я не очень уверен, что это надолго. И, как мне кажется, пока все, что мы видели за последний год, подталкивает именно к этой мысли. Другое дело, господа, что, конечно, едва ли Владимир Путин принимал бы сейчас срочно прилетевших Меркель и Оланда, для того, чтобы сказать им, извините, ребята, вы зря съездили, до свидания, вот аэропорт Внукова в той стороне находится. Конечно, на таком уровне все-таки так не делается. И последствия такого провала были бы, конечно, очень жесткими, в том числе и для России. Поэтому, ну, хочется думать, что какой-то договоренности достигнут. Тем более, что, судя по всему, по крайней мере, мы так понимаем здесь в Москве, что прилет Оланды и Меркель после встречи с президентом Порошенко, в общем-то, наверное, свидетельствует того, что и он в какой-то степени, или даже в серьезной степени, видимо, согласен с тем планом, который привезли канцлеры и президент. Ну что ж, Константин, большое спасибо. Я напомню, на связи с нами из Москвы был известный российский политический аналитик.